Всем привет! Меня зовут Сабина, и мы продолжаем рубрику Rix and Professions. Сегодня у нас в гостях Мадина, которая учится на фармацевте и работает в лаборатории. Здравствуйте! Мадина, можете, пожалуйста, рассказать, как долго вы учитесь в Rix Education и кто является вашим преподавателем? Я начала обучаться в этом центре два года назад. То есть я начала в General English с уровня Elementary и у Мисс Ютус. На данный момент я месяц назад начала курс IELTS у Мисс Мадина. Мадина, можете, пожалуйста, сказать, почему вы начали изучать именно английский язык? Так, я на самом деле... Мне советовали давно начать изучать английские особенности моя мама, еще до поступления в институт. Но я всегда говорила, что это подождет, это не важно, то есть это что-то второстепенное. Но после поступления в институт, изучая нашу сферу фармацевтики, и не только фармацевтику, смотря вообще на уровень образования, на уровень работы других, допустим, профессий в Узбекистане, я поняла, что нам не хватает международного опыта. То есть, да, наш Узбекистан, то есть наша страна сейчас находится на стадии развития, и для развития страны нужен опыт. И чаще всего это международный опыт, то есть мы должны получать опыт из более развитых стран. Вот, и я поставила для себя цель, то, что я после окончания бакалавра поступлю в магистратуру. Я планировала выбрать какой-нибудь зарубежный вуз, и для этого, конечно же, нужен был английский. Вот это как бы одна из первых причин изучения английского. Понятно. Можете также, пожалуйста, рассказать немножко о процессе обучения в RICS Education? Да, конечно. Когда я выбрала центр, то есть где мне изучать английский, я очень долго рассматривала варианты. И я сама такой человек, который любил стабильность. То есть я хотела лучше лишний раз там поискать, поинтересоваться, и выбрать одно место, и там уже остаться, чем перепробовать, допустим, в различных вузах, ой, извините, вузы заговорили в центрах, и, то есть, наткнуться на трудности с выбором. Вот. Мне многие посоветовали RICS. Почему? Потому что, то есть, многие обещали мне гарантию, то есть это проверенное место, уже много лет как бы работает, и когда я начала ходить, вот пробовать получать первые уроки, мне понравилось то, что учителя в RICS, они делают уклон не на страх, допустим, то есть ученики занимаются не из-за того, что они боятся, допустим, наказания там от родителей, или там то, что их поругают учителя, то есть учителя делают акцент именно на ответственность. Угу. Я сама когда начала ходить, я поняла то, что я должна изучать английский ради себя, то есть как я буду сваливать язык, это лично на моей ответственности, и мне понравилась методика преподавания, и я сама начала применять эту методику на своих уроках, так как сама тоже преподаю химиобиологию. Мадина, какие три важных фактора вы можете выделить в процессе обучения иностранного языка? Три фактора, я думаю, эти факторы подойдут не только для изучения языка, ну и в целом что-то нового навыка. Прежде всего, я думаю, самое главное это мотивация, то есть если у человека нет мотивации, то тяжело начать что-то новое, и тем более тяжело как бы продолжать развивать это что-то новое в своей жизни. И поэтому каждый человек должен сначала поставить для себя цель и уже стремиться к этой цели, и когда есть цель, есть мотивация. Вот это первое. Второе, я думаю, это организация самого процесса и дисциплина. Организация тоже зависит от учителей, то есть как учителя будут нас подталкивать к учебе, как организовать нашу программу. И дисциплина, это, конечно, то, как мы работаем над самим собой. То есть выбором выполнять задания, не откладывать на завтра. Ну, это, я думаю, всем так понятно. И третье, конечно же, самое банальное, то, что знают все, это практика. Да, все да. Да, надо окружить себя языком везде, каждый день практиковаться. К сожалению, у меня это сейчас плохо получается, но я как бы стараюсь тоже это сделать как бы нормой в моей жизни. Но даже если это тяжело, надо не сдаваться и все-таки максимально окружить себя этим языком. Как вы представляете свою жизнь без английского языка? Если так посмотреть, то все мои будущие планы напрямую сейчас зависят от моего языка. Потому что, как я сказала, я планирую продолжить свою работу и учебу за границей. И, получается, все мои будущие планы, это зависит от знания языка. Ну, даже если я, например, не поступлю за рубеж или не буду там работать, все равно я хочу продолжить свою сферу, то есть свою работу в сфере науки. Сфера науки, вы знаете, там проходят различные конференции международные, мы пишем статьи для журналов. И, получается, если вы хотите добиться какого-то успеха в науке, вы должны знать, как бы, вы должны описывать свои результаты именно на международном уровне. А для этого как раз таки нужно английский. Понятно. Смотрите, вы, получается, работаете в лаборатории. Можете немножко рассказать о том, как так получилось, что вы начали работать там и о самом процессе работы? Хорошо, конечно. Я сейчас работаю лаборантом в биотехнологической лаборатории. Эта лаборатория относится к Министерстве инновационной технологии. И получилось так, что я участвовала в прошлом, позапрошлом году в проекте «100 идей для Узбекистана». И как бы прошла отборочный тур. Когда мы прошли отборочный тур, нам как бы создали условия, чтобы мы могли познакомиться с другими участниками. И я увидела человека, который как раз таки работал в этой сфере, в биотехнологии. И я сама на тот момент как раз таки именно интересовалась этой сферой, так как фармацептики, биотехнологии сейчас являются самой такой актуальной темой. Вот. И я как бы попыталась познакомиться с этим человеком и просто за советом. Просто получилась от него совет, что я должна сделать, чтобы развиться в этой сфере. И потом он предложил мне попробовать устроиться в эту лабораторию, хотя бы как стажер, чисто для практики. И вот я должна была написать инновационное письмо. И вот это был первый случай, когда я столкнулась с языком, с английским языком, потому что письмо надо было написать именно на английском. На тот момент я еще не начала изучать английский. Это было для меня достаточно трудно, грамотно написать и проверить. Я даже не знала, у кого попросить помощь. Я как бы сформировала свою мысль на английском. И получилось так, что меня приняли. И вот в течение двух лет я работаю в лаборатории и уже успела устроиться туда официально. Понятно. Мы там в основном работаем в сфере генетики, то есть с микроорганизмами и их геномами. То есть конструкция новых генов. Ну, дальше уже идет в сфере именно науки и медицины. Понятно. Можете, пожалуйста, поделиться мнением, как английский язык может... Я забываю! Может помочь в инновационной, да? Помочь же там. Можете поделиться своим мнением, какую роль играет английский язык именно в инновационной сфере? Как я сказала, лаборатория, где я работаю, она относится к министерству инновационного развития Узбекистана. И, то есть, вот уже поработав в этой сфере, я поняла, что у нас практически 50% нашей работы зависит именно от языка. Потому что все препараты, которые мы получаем, их инструкции, протоколы, они все именно даются на английском языке. Чаще всего. И, конечно же, когда мы говорим про инновации, мы подразумеваем что-то новое. И новое, которое признается, допустим, всем миром. А чтобы создать что-то новое и презентовать его для всего мира, опять-таки, нужна коммуникация, которая доступна для всего мира. И здесь, опять-таки, свою роль играет английский язык. Мадина, какие у вас дальнейшие планы, где вы собираетесь продолжить учебу и собираетесь ли вы вообще? В течение трех месяцев я хочу уже сдать IELTS для получения сертификата. И после этого я сразу же планирую начать немецкий язык изучать немецкий, потому что хочу поступить именно в Германию. Продолжить там свою учебную работу. Английский язык, это, опять-таки, идет как международная связь. То есть, это не только, допустим, для определенной новой страны, но и уже это открывает для меня двери для всех других сторон тоже. Дальше я продолжу свою сферу работы именно в сфере науки. То есть, магистратура, после этого аспирантура, докторантура. И уже планирую стать лектором на международном уровне, где собираетесь использовать свои навыки языка. Как попрощаться? Да, я попрощаюсь с вами, потом вы, а потом я там. Это не вставляете. Мадина, спасибо вам большое за ответы. Я желаю вам удачи в вашей дальнейшей учебе и работе. Спасибо вам, Сабина, за то, что пригласили меня. И воспользовавшись моментом, я бы хотела поблагодарить этот центр, администрацию и, конечно же, моих учителей. Мисс Индуз, за то, что она в течение двух лет обучала меня. Для меня она будет всегда одним из двух лучших учителей. И, конечно же, мисс Мадину, у которой я сейчас, на данный момент, обучаюсь. И желаю всем вам, если вы хотите, планируете начать английский, начать это уже сейчас и не отказывать это на завтра. Дорогие зрители, если у вас интересуют какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии. И также не забудьте подписаться, для того, чтобы получать больше информации о процессе обучения в RICS Education. Всем пока! Все! А, да. Без микрофона, да?